Здравствуйте! Это библейский портал Экзегет, с вами священник Стахико Латвина. И сегодня мы разберем один единственный стих из Священного Писания, потому что каждое слово евангельское важно. И порой, когда мы прочитываем страницу, главу, или даже отдельный смысловой отрывок, притчу или чудо какое-то Христом совершенное, то мы, восприняв целиком какие-то в общих рамках, можем упустить что-то крайне важное, что стоит за каждым евангельским словом, которое через душу апостолов от Духа Святого прошло и нас должно вести ко спасению. Поэтому сегодня мы разберем и посмотрим не только широту, но и глубину, и как практически можно применить один единственный стих из Евангелия от Марка. И сказал им Иисус, «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Да коли с ними жених, не могут поститься». Вспоминаем контекст. Прежде всего, если вырвать стих из контекста, то можно такое натолковать, только во вред для души своей и окружающих, для потакания своим страстям. Поэтому, конечно, от контекста никуда не уйти. Ученики Иоанновы, фарисеи приходят и говорят, «Ну вот твои ученики не постятся, а мы тут вовсю постимся». Причем, ну ладно, там фарисея, но даже ты же приходил к Иоанну Крестителю, сам крестился, и твои ученики тоже многие, они же были учениками Иоанна Крестителя. Вспоминаем, апостол Андрей Первозванный увидел Христа как раз после встречи у реки Иордана, и Петр был там неподалеку. То есть, почему вот этот пост-то отменился? А Господь как раз вот и дает ответ. Что это за жених? Прежде всего, нам это надо уяснить, что жених этот Господь наш Иисус Христос. Бог жених, чей он жених? Жених церкви. Этому посвящено тоже немало отрывков из Священного Писания. Самый знаменитый из них – это отрывок из послания к Эфисинам, который читается во время Таинства Венчания, где говорится о взаимоотношении мужа и жены и о взаимоотношении Христа и Церкви, Церкви невесты Христовой, за которую, за непорочность которой Христос тебе предал на жертву, хотя Церковь, увы, состоит из грешников, и за счет этого несовершенно, но делается совершенно через действие Духа Святого. Да, здесь пока только еще начало проповеди, и такая вот глубина апостольского толкования слушателям Христа в этот момент недоступна. Но для нас, для людей, которые имеют всю полноту Священного Писания, было бы обидно этим не воспользоваться. Поэтому тоже, дорогие братья и сестры, когда мы читаем какой-то стих, стараемся даже по ключевым словам, иногда бывают пометочки рядом, посмотреть параллельные места, и пророческие из Ветхого Совета, и какие-то места, которые уже апостолы в своих посланиях разобрали. Так вот, небесный жених Христос. Жених — это тот, кто приносит праздник. Вспоминаем тоже еще одну из притч, которую Господь позже, значительно позже скажет. Вот можно сказать, Господь в этот момент только роняет семечко в душе слушателей, как в душе фарисеев, так и в душе учеников Иоанновых, в душе собственных учеников и просто толп народа, которые вокруг собрались. Вот это некоторый семечко, какой-то там жених с ними. Ну, причем люди тоже догадываются, наверное, жених — это вот Иисус, вот этот. Они еще не понимают, что это Спаситель, Мессия, что это Сын Божий. Ну, думают, ну, пророк какой-то. Но в любом случае, наверное, это он себя имеет в виду. Как, почему, не очень понятно. Так и мы тоже, читая отдельный евангельский стих, можем сначала и не очень понять, но если мы его уже в сердце воспримем, то потом потихонечку через размышления, через какие-то жизненные испытания, через чтение толкований, через общение со своим духовником, мы потихонечку можем открыть больше. И вот это точно так же, это семечко произрастает и открывается, и тоже очень хорошо открывается этот стих, хорошо понимается в контексте притчи о брачном пире, которых на самом деле, притчи их даже несколько. Вот притчи о брачном пире, званные, избранные, берется, зывает на брачный пир, кто-то идет, кто-то нет. Помните, оправдывались, кто-то говорит, ой, у меня своя там просто там какая-то свадьба, и у там мой Валов, у меня там загородный мой коттедж какой-то с землей приобрел. То есть люди, как порой, уклоняются, уклоняются от жениха, от радости, от Христа. Поэтому если ты уклоняешься от Христа, то, конечно, поститься тебе нужно. Если ты рядом с Ним, поститься тебе не нужно. Ну, можно сказать, а что ж мы тогда-то постимся, мы вроде рядом со Христом. Так нет, как раз наши постные дни, даже наши многодневные посты, они этим и обусловлены, что мы признаем, да, Господи, у меня есть грехи, мои грехи меня от тебя отделяют. Сатана меня от тебя отделил, я ему в этом поддался, и теперь, Господи, вспоминая твои слова, что род Сибисовский побеждает с постом и молитвой, я беру и преодолеваю греховное состояние своей природы, подчиняю душе свое собственное тело через пост, для того, чтобы с тобой, с небесным женихом Христом соединиться. Поэтому тоже на самом деле, когда мы постимся, мы не декларируем, что мы чужды Христу, а мы декларируем, что нам еще до Христа некоторый путь надо пройти. Но, опять же, вот этот некоторый элемент праздника, вспоминаем, тоже такой частый практический вопрос, который из года в год задают, я помню, его задавали еще, когда я там маленьким ребенком слушал радио Радонеж, и тогда он звучал, и даже до сих пор его тоже постоянно спрашивают, что и батюшка, либо кто-то кается, либо наоборот спрашивает заранее, что, конечно, тоже лучше, если у тебя есть сомнения заранее, лучше их заранее разрешить. Вот я иду на день рождения, постный день, или пост длинный идет, и там буду что-то непостное давать, можно мне там тортику съесть. Ну и, конечно, там, ой, не, ну как-то там не усердствуйте, там рыбку, а не мясо, ну или там, может, там что-нибудь из постный салатик какой-то съешь. Нет, в принципе, если мы ориентируемся на этот стих, мы видим в человеке образ и подобие Божие. Мы видим в человеке, празднующем радующего, торжествующего Христа. Конечно, если человек празднует не что-то, если человек празднует, что он банк ограбил, если он празднует, что там у конкурентов какие-то дела разладились, если он действительно празднует горе какое-то людское, конечно, это не образ Христа. Если человек радуется рождению, если человек празднует свою именину, если, в принципе, у человека какое-то радостное событие, чистое, светлое, то, конечно, мы должны всецело с ним быть солидарны. И тогда мы приходим на этот самый день рождения и смело едим там, и тортик, который хозяйка испекла, или там купила в магазине, и там и какое-то жаркое, то есть радуемся, веселимся, и ничего в этом каяться не надо. Потому что мы делаем это во имя Христово, мы вместе празднуем, мы вместе торжествуем в этот самый момент. Ну, можно сказать, ой, ну так-то праздников наберешь, вообще поститься не будем. Так нет, вот тут же все-таки слова, тоже уже из следующих стиха, что когда отнимется жених, то надо будет поститься. Они как раз нам напоминают о том, что порой, вот ты понимаешь, тебя берет и какая-то там страсть гложет. Вот берет, и ты прям не можешь справиться, на кого-то там злишься, там на какого-то коллегу по работе, на какого-то врага тебе прям там просто кипит. Или тоже каким-то там похоть тобой ободолевало. Те это чуждо, ты как бы в разумом не хочешь, а душа все равно этим забивается. И тоже думаешь, ой, господи, что же это такое наваждение. И люди бывает постятся дополнительно. Или постятся, тоже знаю многих матерей, которые у них дети взрослые пьют, они берут и постятся по понедельникам, молятся за них. Так вот, действительно, если ты берешь и чувствуешь, что от женика Христа ты, или твой близкий человек отделился, то ты наоборот берешь, постишься, признавая, что, господи, ты не рядом. Но я делаю некоторые эскетические усилия, чтобы приблизиться к тебе. Поэтому тоже, дорогие братья и сестры, церковь дает нам некоторую базу, многодневные посты, однодневные посты, но в зависимости от своего духовного состояния, опять же, посоветовавшись со своим духовником, мы спокойно можем. Какой-то день, ну опять же, вот там, лето, отпуск, едем куда-то путешествовать, не поститься, праздничное состояние, мы живем по-христиански, мы славим Господу, мы берем или наоборот, какой-то труд физически тяжелое дело, им кому-то помогаем, тоже нас там чем-то накормили, на какой-то волонтерской работе не посты, мы слава тебе, Господи. Мы со Христом, с небесным женихом пребываем. И наоборот, вроде и день совсем не постный, и вроде наесться, и вроде там напиться, а понимаешь, нет, опасно. Опасно вот эта пьянка-гулянка, там, воскресный, совсем не постный день, может закончиться каким-то нехорошим грехом. Дай-ка я буду поосторожней, дай-ка я попастнее себя поведу, дай-ка я себя предостерегу, потому что чувствую, что от Христа от небесного жениха удаляюсь. И тогда действительно уже вспоминаю еще одну притчу, связанную с женихом, притчу о десяти девах, которых у одних были елей с запасом, что мы могли светильники вожечь, светильники своей души, а вот другие все истратили, то мы вот тоже, это некоторый тест самопроверки, приближаемся мы к Христу, смотрим свою душу и понимаем. Я взял и сейчас вот оскудел мой елей. Оскудел мой елей, может от того, что я беру и пришел на брачный пир в небрачной одежде, что я пришел, соединился с радостью Христова у своего брата, но как Господь вот в притче говорит, там, извергните его, у него нет брачной одежды, в киену огненную, а это так и человек, который на празднике постным видом всем все портит, да еще не дай Бог кого-нибудь поучает, что ой, тут сейчас пост, или наоборот там сидит, пока стоит, я такой весь постник, весь из себя. Это действительно чушь-то. Господь протокол человека в Царстве Небеса скажет, ты чушь радости, радости ближнего своего, ты не любишь ближнего, как своего себя, ты эту радость в сердце не воспринимаешь, ты на меня совсем не похожа, это очень-очень опасно. И точно так же, вот может оскудеть этот елей, ты придешь соединиться со Христом, что поводов для радости нету, а все равно у тебя очередная пьянка, что ты пришел вот просто, ну, почему бы не взять напиться после работы, ну, просто рабочий день закончился, почему бы 2-3 баночки пива не пропустить, да, там, водочки там закинуть, почему бы, да, так это же тебя от Бога отделяет, это что, у тебя праздник с небесным жеником Христом, возьми постное аскетическое усилие сделай над собой, да, нормально приведи по-человечески этот вечер, совсем сейчас нету повода, да, нету ни у кого дня рождения, да, там, надо всегда соизмерять, чувствовать, приближаемся мы к Христу или отдаляемся от Него. Конечно, это вопрос очень тонкий, вопрос тонких настроек, но вот мы, если будем читать Евангелие, будем каждому стиху внимать, то мы сможем найти для себя вот этот тонкий баланс, когда даже нам уже не надо будет бежать к священнику, и мы не обличаем ее своей совестью, а совершенно спокойно поймем, не постный день, а я вот, наверное, лучше попощусь, действительно, мне как-то там непросто со страстями справиться, или там постный день, а тут праздник у близких людей, да или даже у меня у самого, там, может, день рождения на пост выпадает, мне-то повезло, я на святке родился, поэтому у меня никогда день рождения на пост не выпадает, а бывают люди каждый год пост. Нет, конечно, это не обязательно всех там как-то мясом кормить, но все равно вкусный какой-то обед, это уже дело не постное, даже если его имитировать, там, решать мясо, молока, все равно это дело радостное, тоже этого не обязательно какими-то там только продуктами ограничиваться. В любом случае, ты уже берешь и действуешь по Евангелию, ты глядишь в свою душу и смотришь, есть ли Христос или нет. Тут еще заключение один такой момент, когда ты вот вроде планируешь и действительно приходишь на праздник или свой собственный праздник и думаешь, ой, не попаститься, потом прислушаешься, да нет, во мне страсти кипят, вот как-то есть рядом со мной небесный жених Христос или нет, должен я поститься сейчас или нет. Но тут тоже, в принципе, христианин всегда должен отчитывать от ближнего, а не от самого себя. Посмотрите, будет это польза для ближних, для окружающих твой пост или нет в данном случае. То же самое, опять же, как мы помним, Христос, вот по словам апостола Павла, читаемым на Таинстве Венчания, где он и называется как раз женихом церкви, говорит, что он предал себя за церковь, свою жизнь, пожертвовал собой. Точно так же ты берешь и возвращаешься, например, домой с работы, а жена, уставшая с маленькими детьми, приготовила, естественно, им не постную пищу, куда малышам что-то постное есть, им надо там для роста и молочное, мясное, какие-то котлетки. И действительно, ты можешь поступить формально и сказать, так, где мой постный ужин? Да, что это такое? Ну да, ты там беременна, ты кормящая, дети все тоже там не постятся. А вот я сейчас тут такой постник, давай-ка, ну готовь мне. И что, ты похож на жениха церкви, ты похож на Христа в данный момент. Жених собой жертвует. Поэтому есть два варианта. Вариант пожертвовать собой и взять себе еще приготовить что-то постное, и еще детям жене что-то не постное, чтобы они с утра уже не думали, что на завтрак есть. Идеальный вариант. Или ты все-таки действительно говоришь, не, Господи, немощен есть, и могу хотя бы по программе минимум тебе соответствовать, и поэтому что жена деткам не постное приготовила, я и это поем, и не буду из-за этого печалиться. Продолжение следует...